Рынок акций начал свое падение. Всем привет! Вы находитесь на канале Nutriche, канал о финансах, инвестициях и фондовом рынке. Давайте посмотрим, что у нас происходит сегодня на нашем российском рынке. Посмотрим с вами основные инструменты, посмотрим с вами Сбербанк, посмотрим с вами Газпром, посмотрим с вами валютную пару рубль-доллар, что у нас там интересно происходит. Поэтому смотрите это видео до конца, не перематываем, все станет приятно понятно. Но чтобы не пропускать новые выпуски, обязательно подписывайтесь на этот канал, ведь на этом канале одна из лучших аналитик. Ну а перед началом выпуска хочу напомнить о уникальной акции от Тинькофф Банка по кредитной карте Тинькофф Платину, в соответствии с которой, заказав данную карту по ссылочке в описании под видео, вы получите кэшбэк 3000 рублей и бесплатное обслуживание навсегда. Всего лишь, так скажем, исполнив одно условие, это потратить данной карты в первый месяц после получения всего лишь 7000 рублей на ваши привычные покупки. То есть получаете карту, заказываете по ссылочке в описании, вам ее сотрудник банка привозит буквально на следующий день, либо через день абсолютно бесплатно, то есть вам даже ехать за ней никуда не нужно. Рассчитываетесь этой картой в магазине на ваши привычные покупки, тратите в совокупности 7000 рублей в первый месяц, и как только вы эту сумму потратите, вам обратно возвращается кэшбэк, в соответствии с этой акцией, 3000 рублей рублями на карту, соответственно компенсировав вам 50% данной покупки. А также подключается бесплатное обслуживание навсегда. Акция по времени ограничена, кто еще не успел воспользоваться, но хочет, успевайте заказать ее по ссылочке в описании. Ну а глядя на индекс московской биржи, все, конечно же, очевидно, да, я об этом уже неоднократно говорю до каждого видео, что коррекция на российском рынке, она неизбежна. И в текущий момент коррекция у нас, даже несмотря на то, что курс доллара не падает, да, хотя сегодня были некоторые манипуляции, немножко попозже мы с вами посмотрим данную валютную пару, и нефть, казалось бы, находится на отметке свыше 90 долларов за 1 баррель. Все это, конечно же, нам говорит о том, что рынок сейчас достаточно тонкий, и предстоящее заседание Центрального банка, которое будет уже 15 сентября, рынок уже закладывает как раз-таки повышение ставки Центрального банка. Я об этом неоднократно говорил, и говорю, да, что покупать по широкому рынку бумаги не стоит, но по некоторым данным от Центрального банка обратимся к телеграм-каналу моему бесплатному, подписаться на который может каждая по ссылочке в обязательном, в описании, да, в обязательном порядке, потому что здесь очень много важной информации. Так вот, Центральный банк отмечает, что вложения частных инвесторов в российские акции и ОФЗ в августе достигли максимум с начала 2022 года. Собственно говоря, ничего у нас на рынке не меняется, рынок, когда находится на своих хаях, соответственно, в него загнали кучу новых хомяков, да, которые начали покупать акции на хаях, несмотря на то, что Центральный банк ужесточает денежно-кредитную политику, да, и нам это говорит о том, что доходность по акциям, она будет падать. Те же самые депозиты мы уже с вами неоднократно обсуждали, да, дают сейчас достаточно непрохую доходность, а текущий курс акций, да, на текущих отметках, он не даст ту доходность даже в ближайший месяц, да, там, сентябрь, октябрь. Но, несмотря на это, у нас очень много пришло хомяков, которые покупают и покупали рынок на хаях. Но и сегодня благополучно всех этих хомяков утащили вниз. Да, действительно, рынок закладывает уже ближайшее повышение ставки. Скорее всего, я так полагаю, что Центральный банк будет повышать ставку. И это, во-первых, основано на той инфляции, да, которая означает Центральный банк именно превышение 5,5%, там, вплоть до 6%, да, хотя целевое значение в годовом выражении инфляции Центробанк стремится к 4, да. Это первый момент. Второй момент, если мы с вами обратим внимание на валютную пару рубль-доллар, отметки доллара находятся практически на 99 рублей за один американский доллар. Естественно, это также разгоняет инфляцию. То есть, с таким курсом доллара цены просто-напросто будут продолжать расти. Это, так скажем, немножко отложенное, да, обстоятельство. То есть, мы это увидим немножко попозже, но уже заметно цены в магазинах выросли, да. Так вот, и, конечно же, Центральный банк, глядя и на этот курс доллара, да, который у нас держится, и Центральный банк, казалось бы, не может на него никак повлиять, обратим с вами внимание на сегодняшний пролив. То есть, достаточно большой объем был вкинут в рынок. Возможно, я не исключаю, это какие-то интервенции Центрального банка, но мы видим, что это не дает никакого результата. То есть, весь этот объем, вот этот огромнейший объем, да, сегодня кто-то выкупил, да. То есть, есть кто-то, кто выкупает каждый день всю валюту. Не зная для чего, но для чего-то вот эти объемы держит. Есть кто-то крупный, кто не дает никак снизить курс доллара и укрепить рубль. И в условиях текущих Центральный банк просто-напросто, ну, кажется без, не знаю, беззащитным, да. То есть, никакими инструментами, которые у него есть и имеются, да, никак повлиять на курс доллара не могут в моменте. Все эти объемы, которые вкидываются для того, чтобы стабилизировать, да, для того, чтобы напугать спекулянтов и отправить рубль в укрепление и доллар вниз, не дают никакого результата. И, естественно, наш рынок в моменте, когда курс доллара еще держался, то есть, у нас, в принципе, курс доллара, вот именно объемы, которые начали падать, да, они в 14.05 у нас пошли, но до этого рынок уже показывал слабость. Об этом я писал в своем Телеграм-канале, да, о том, что рынок сегодня слабый. И я, во-первых, смотрю на такие лакмусовые бумажки, как Сбербанк. Сбербанк стоял на месте, его не выкупали. Тот же самый Лукойл, да, его также не выкупали. Я говорил об этом, что рынок сегодня слабый, покупок нет. Поэтому покупать его пока не стоит, нужно подождать. И мы в итоге сами увидели продолжение коррекции на индексы Московской биржи, да, которая началась, в принципе, еще вчера. Вчера была небольшая коррекция. По многим бумагам у нас был откат неплохой. Тот же самый Русал у нас после вот этого большого, огромнейшего объема, да, когда кто-то в него входил, у нас открылся ГЭПом. И упал практически на 42,5. Естественно, я воспользовался этой ситуацией. В своем закрытом телеграм-канале я писал, что покупаю, да, Русал на отскок, на закрытие данного индивидентного ГЭПа. И аж целых два раза удалось на Русале прокатиться вчера спекруативно, заработав на этом более двух процентов. И фактически мы увидели достижение той цели, которая ставилась, это закрытие данного ГЭПа, который образовался с утра. Но в дальнейшем, конечно же, я в Русал заходить больше не стал, спекулятивная идея отыграна, все. А сейчас в текущем положении, да, когда у нас индекс Московской биржи корректируется, то есть мы видим, как индекс корректируется без, во-первых, падения доллара и укрепления рубля, а это достаточно сильное, так скажем, да, подспорье, которое повлияет на коррекцию нашего рынка. Ну и также мы видим, что нефтяные котировки держались сегодня до последнего. И я думаю, что нефтяные котировки, в принципе, сейчас уже заложили, да, все те позитивные моменты. Это касательно сокращения добычи и снижения запасов в США, которые сегодня вышли. Мои цели здесь были 87,5 и далее 90. Все цели выполнены. Сейчас я жду по котировкам нефти откат. Ну, во-первых, к уровню 88 вот сюда, как минимум, потому что, еще раз повторюсь, все те моменты положительные, которые нас драйвили к котировке нефти, они уже заложены в котировке. Рынок это отыграл. Ну и, естественно, как я сегодня писал, да, ребятам закрытого телеграм-канала, где я пишу свою, кстати, аналитику, да, в режиме онлайн, то, что я покупаю, да, ссылочка подписаться на закрытый телеграм-канал находится под видео в описании. Там телеграм-бот, подписка на месяц и на год. Все желающие могут это сделать, пройти по ссылочке. Так вот, два у нас, так скажем, фактора, которые будут давить сейчас на рынок, это снижение нефтяных котировок, которые будут давить на наш нефтегазовый сектор. И второй фактор, это валютный фактор. То есть, если все же доллар удастся с этих отметок развернуть, что пока что никак не удается центральному банку, то и революация рубля, она будет, конечно же, давить на наш российский рынок. Весь этот рост, который мы видели, это, конечно же, рост был на девальвации рубля. Если начнется революация рубля, соответственно, у нас и наш индекс московской биржи продолжит свою коррекцию. Что мы сейчас видим по индексу московской биржи? Как обычно, предлагаю вам провести трендовую линию на индексе. Вот таким вот образом. И что мы с вами видим? А мы видим, что мы достаточно четко пришли к трендовой линии. И от этой трендовой линии у нас произошел отбой. В условиях текущих, если все же у нас начнется революация рубля, то этот фактор, который держал наш российский рынок и как-то его активировал, перестанет это делать и у нас вполне вероятно пойдет дальнейшая коррекция. То есть, если мы трендовую линию, от которой мы очень много раз отбивались за всю историю, начнем пробивать, то нам это будет говорить о достаточно неплохой коррекции, которая будет достаточно уже разгоняться посильнее. Не то, что сейчас мы, казалось бы, привыкли, что от трендовой линии постоянно отбивается. Но если мы трендовую линию будем пробивать, соответственно, следующая у нас поддержка находится на уровне 3050. Мы с легкостью прилетим на данную поддержку. Если ее пробиваем, то следующая у нас поддержка на 2900. Если ее пробиваем, то следующая на 2750. Если ее пробиваем, то следующая на 2650. А если ее пробиваем, то следующая на 2500. То есть, у нас здесь очень много ступенек, которые маячат на горизонте коррекции. Но, опять же, для достижения этих целей дальних, нужна какая-то армагеддонческая новость, которая обрушит наш рынок. Пока что я не жду такой глубокой коррекции. Завтра нужно будет смотреть, будет ли, устоит ли данная трендовая линия, будет ли откупать от данной трендовой линии. Если не устоит, то работа просто по уровням. Соответственно, и пересмотр по бумагам, да, покупать те бумаги, да, на коррекции, именно по уровням на индексе московской биржи. Подобные вещи я пишу в своем закрытом телеграм-канале, где покупаю я, да, я уже заранее расписал, да, где я буду подкупать те или иные бумаги. Я уже начал подкупать частично небольшие позиции. Вот, соответственно, те бумаги, которые мне интересны. И давайте с вами перейдем на Сбербанк. Посмотрим, что же у нас по Сбербанку сейчас показывает. Но у меня Сбербанка нету, да, я его не буду покупать на таких уровнях. Я об этом неоднократно писал. Несмотря на то, что по Сбербанку будет 11 числа отчетность очередная за август, мы видим слабость рынка. Ну, естественно, мы сейчас с вами наблюдаем такую картину, когда индекс московской биржи у нас находится на трендовой линии. Соответственно, и Сбербанк также у нас находится на трендовой линии. Другая картина поменяется. Если мы по Сбербанку данную трендовую линию будем пробивать, соответственно, у нас Сбербанк достаточно большую долю занимает. У нас и Лукоил, и Газпром достаточно большую долю занимают в индексе московской биржи. Соответственно, коррекция данных бумаг и отправит индекс в дальнейшую коррекцию, более глубокую. И я уже неоднократно говорил, что покупать Сбербанк на текущих уровнях, Но это на самом деле не хорошая история, потому что доходность даже дивидендная, она не особо привлекательна в условиях того, что центральный банк ужесточает деньги на кредитную политику и те же самые проценты, доходность по вкладам, по накопительным счетам, она достаточно уже интересная сейчас в банках. Те же самые доходности по ОФЗ, то есть нерискованные, наименьше рискованные активы, которые можно сейчас открывать на короткий срок, переждать вот это все ужесточение денежной кредитной политики центральным банком, конечно же, она дает возможность заработать на менее рискованных активах и переждать вот эту коррекцию, если она, конечно же, будет. Вот. И, соответственно, если мы сравниваем ту же самую доходность по вкладам и возможную дивидендную доходность по Сбербанку, то она сейчас, значит, не перспективная. Ситуация будет меняться, если мы увидим с вами коррекцию, то есть со снижением котировок, да, естественно, дивидендная доходность, она будет повышаться. Если мы сейчас предполагаем с вами примерную ставку по, ключевую ставку по центральному банку, да, примерно 15%, то мы, конечно же, говорим о том, что доходность 13-13,5% от дивидендов Сбербанка, они сейчас не интересны. Соответственно, нужно будет ждать Сбербанк ниже на тех уровнях, которые здесь достаточно отчетливо видны. По Газпрому. Ну, вчера, на самом деле, выходили такие новости, и многие начали разгонять такую новость, как Газпром будет выкупать собственные акции, да, допустим, у нерезидентов, то есть будет байбэк. Но, на самом деле, я говорю, что такого не будет, как минимум, просто я предполагал, что будет выкуп у доп. эмиссии ОГК-2, но по факту сегодня вышла новость, также я в своем телеграм-канале писал, что среди директоров Газпрома, ранее-то было, да, отмечено, что обсудят приобретение акции, да, но, опять же, речь не идет о приобретении собственных акций или акций ОГК. Естественно, вчера хомяки начали залазить в Газпром на хаях, вот, здесь же у нас по Газпрому канал, да, в котором бумага ходит. Соответственно, я писал, что интересно будет только на уровне 175-177, собственно, где кодировки сегодня оказались. То есть, все, кто покупал здесь, находятся сейчас опять в минусах. Так вот, по Газпрому, в принципе, конечно же, если бы по Газпрому был байбэк, это, наоборот, была бы негативная новость, да. Во-первых, те денежные средства, которые могут пойти на дивиденды, их бы использовали на выкуп собственных акций, это первый момент. Второй момент, у нас подскочила бы валюта, потому что те объемы, которые необходимы для выкупа акций у нерезидентов, они достаточно больших вложений требуют для покупки валюты. Естественно, у Газпрома, скорее всего, такой валюты сейчас, таких объемов нет. И, конечно же, где эту валюту убрать? Конечно же, на внутреннем рынке. А центральную банку это, ой, как сейчас не нужно, чтобы Газпром такими объемами скупал валюту на внутреннем рынке. То есть, здесь были бы два негативных варианта, которые бы поглотили эту новость, что у Газпрома будет байбэк, да. Вот, не факт, что данные акции он бы гасил в дальнейшем. Просто-напросто эти акции могли бы потом пойти в рынок. То есть, эти варианты мы с вами исключили. Но, опять же, мне Газпром интересен. Я Газпром буду покупать, да, для следующей дивиденды сезона. И, тем более, если мы рассмотрим все нефтегазовые компании и посмотрим, где находится Газпром. Он находится у нас на самом дне, постоянно проторговываясь на самом дне. То есть, ни в долларовом, ни в каком-то рублевом выражении Газпром нифига не вырос. Вот, поэтому данная бумага, она интересна тем, что находится на своих лаях. Как только будут положительные новости, как только будут озвучены, кстати, будет скоро конференция, да, 13 числа, по-моему, во Владивостоке, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, и, скорее всего, там будут какие-то интересные новости. Как только будут новости по строительству Силы Сибири-2, президент уже недавно это отмечал на днях, да. То есть, очень много интересных новостей уже начали выходить по Газпрому. То есть, Газпром пытается на этих новостях хоть как-то приподнять. Но мы видим, что пока что это все безрезультатно. Но хочу отметить, что на перспективу, конечно же, Газпром покупать, на мой взгляд, нужно. Я его покупаю, я его буду покупать, если дадут более глубокую коррекцию. Но пока что мы видим, это дело нам не дают, да, выкупить по более интересным ценам. Будет ли дальнейшая коррекция по нашему индексу, я знать это не могу. Так же, как никто не знает, да, мы можем с вами только предполагать. Но, опять же, соблюдая правила, жесткие правила, да, трейдинга. Уметь ждать, во-первых, не покупать на хаях. Второе, покупать по заранее обозначенным целям, по поддержкам, да, по уровням. Это дает перспективу того, что, во-первых, вы наберете неплохую позицию с хорошей ценой. Вот, потому что дно никогда не поймать, да, самое дно. Ну, а на поддержках, на уровнях при коррекции, покупая, да, вы соберете неплохую позицию. И, конечно же, в конце хотелось бы отметить, что данная коррекция – это возможность купить акции подешевле, да. То есть, многие сейчас, ой, паникуют там, да. Да, мы увидели сегодня вот такой вот достаточно неплохой, можно сказать, его обвал на индексе московской биржи. А что это пошло? Это пошла паника. То есть, те, кто накупили на хаях, видя, что акции не растут всегда, да, не всегда идут вверх, у них началась паника, они начали скидывать позиции. Тем самым, получилась такая волна распродаж. Но мы видим, что пока что уровень поддержки трендовой линии, она устояла, уже пошел отскок до завтра, вполне вероятно, осмыслив все, начнут снова откупать. И мы увидим отскок от данной трендовой линии. Я не жду пока, что эту трендовую линию мы будем пробивать вниз. Но если даже такое случится, то для меня это отличнейшая возможность использовать тот кэш, который находится, да, в большом количестве, да, докупить бумаги. Поэтому все варианты нас устраивают, будем действовать в зависимости от текущей ситуации. Да и в целом у нас сентябрь достаточно интересный будет на события, да. Мы все с вами знаем, что и выборы будут, а, конечно же, в этот период волатильность на акции, она достаточно сильно повышается. Но имейте в виду, что повышение ставки, рефинансированные центральным банком, это негативный момент для рынка. Кто бы, что бы ни говорил, эффект он будет один. То есть пусть это отложенный эффект, то есть в моменте мы в августе с вами увидели. Во-первых, высокий уровень кредитования, то есть население не перестало брать кредиты, а наоборот показало высокие показатели. Массово продавали валюту, это опять же, судя по данным центрального банка, то есть очень много объема, да, было продано наличной валютой физиками. В то же время, исходя из новостей, да, от центрального банка, очень много валюты было куплено коммерческими банками. Вот такой вот возникает диссонанс. Физики продают, юрики выкупают. Также доля крупных банков в аукционах ОФЗ в августе сократилась до 72% с 87%. Почему? Да все на самом деле просто. Кому нужны размещения ОФЗ с фиксированной ставкой, да, когда идет период повышения ставок? Конечно же, банки сразу же сметают те ОФЗ, те выпуски ОФЗ с плавающей ставкой, потому что она более выгодная, да, при изменении ставки рефинансирования. Соответственно, меняется и ставка купонного выплата, да, по ОФЗ с плавающей ставкой. Соответственно, эта тенденция, она вполне актуальна. Никому не нужны ОФЗ с фиксированной доходностью. Банки не дураки, банки хотят зарабатывать, да, а не терять, да, на таких вот видах ОФЗ. Ну и резюмируя, паники никакой нет. Вот, единственное, если будет коррекция, будут панические продажи, будет та волатильность, которая, хотелось бы которую увидеть, да, а не покупать на таких высотах бумаги. Соответственно, это отличнейшая возможность купить бумаги с дисконтом, тем более дивидендная доходность по ним со снижением котировок будет возрастать и будет уже более интересная, да, к покупке, нежели та доходность, которую сейчас дают данные бумаги. Ребят, вот такой вот небольшой обзор. Следим за ситуацией. Кто хочет следить вместе со мной, подписывайтесь на телеграм-канал, на бесплатный телеграм-канал новостной, там есть все важные новости, на закрытый телеграм. Там я выкладываю свою аналитику в режиме онлайн, свое мнение на рынок в режиме онлайн, то, что я покупаю, да, по каким ценам, в каком объеме. Ссылочка также под видеоописанием. Ну, а с вами был Дмитришев. Всем удачных торгов. Пока паниковать не стоит. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok